МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Треснул пластиковый ящик в холодильнике, разбилась тарелка от микроволновки, не стоит бежать за покупкой новой техники. Эти детали можно просто заменить. Приглашаем в магазин «Все сам плюс». Тревоги, страхи, плохой сон или систематическая раздражительность? Или по воле обстоятельств вы приобрели зависимость? Сохраняйте спокойствие и отправляйтесь в психотерапевтический центр настроения. Не любите осень и зиму? Вы просто не там выбираете верхнюю одежду. В магазине метелица теплые, качественные, красивые и яркие модели верхней одежды на любой сезон. Для всех, всех, всех открылся удивительный магазин «Заходим». Тысячи товаров для неподражаемых детей. Модниц, женщин и деловых мужчин. Заходите и вы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Госпожа недрусть, зачем вы заняли место Ирины? Вернитесь к своей команде по IQ. Добрый вечер, дамы и господа. Мы начинаем трансляцию первой осенней игры «Что? Зачем? Куда?». Против команды Ольги Комарковой и Ирины Щербининой сегодня играет Банан Федор из Эквадора, Вантос Засаров из поселка Глубина, Вазелин Пролазович из Мес не столь отдален. Мы команда! Терпи! Терпись! Мы же команда! Собака! Магазины «Заходи» – это всероссийская, стремительно растущая и динамично развивающаяся сеть гипермаркетов, которая предлагает своему покупателю огромный выбор товаров различных категорий по приемлемым ценам. Магазин находится на втором этаже торгового центра «Семейный парк», поэтому заходи! В современной среднестатистической семье самым ценным ресурсом является не только время, но и, конечно, деньги. И именно здесь вы сможете сэкономить и то, и другое. Среди многообразия представленных моделей при умелом подходе можно найти поистине стильную вещицу и тут же сформировать, основываясь на ней полный комплект. Магазин «Заходи» – это больше 3000 квадратных метров одежды, обуви, сумок, постельного и нижнего белья для всей семьи эконом-класса. Для меня лично важным условием при походе по магазинам является удобное расположение торговых рядов. Нужен простор, иначе я быстро утомляюсь и спешу покинуть помещение, каких бы приятных бонусов там не предлагали. Тут вполне достаточно места для того, чтобы не сталкиваться с другими покупателями, а спокойно выбрать то, что понравится. У нас еженедельное поступление товара. Приходит целыми семьями выбирать себе одежду. Демократичные цены, поэтому всем добро пожаловать к нам. В магазине представлена одежда от повседневной и спортивной до деловой и нарядной. Футболки, блузы, джинсы, брюки, юбки и платья, а также куртки, пуховики и жилеты. Разнообразное нижнее белье и носки стоимостью от 20 рублей. Большой выбор обуви от кроссовок до классики. Школьная форма для ребенка, туфли-лодочки для женщин и деловые костюмы для мужчин. В магазине работает наличный и безналичный расчет, а также в течение двух недель вы вправе обменять или вернуть неподошедшую вам вещь. Внимание, вопрос. Ольга, в 2004 году в Сочи я угощал тебя беляшами по-сочински. Тогда ты дала мне надежду на светлое будущее и пообещала мне устроить меня на работу. Но уже 2017-й и нет ни тебя, ни беляшей, ни работы. Да не было такого. Я не ем чебуреки вообще. Только беляши я ем. Хинкали. Капец. Надо же такой позор на всю страну. На всю страну. Да это не про меня, сумасшедший какой-то. Так, снимайте этот вопрос, снимайте, убирайте его. Ребятки, ребятки, ну спасибо, спасибо. Я тоже вас всех люблю, я вас всех помню. Но вы поймите, вас много, вас миллионы, а я одна. Мне же надо как-то жить дальше. Я всех вас помню. Прежде чем мы начнем 259-й раунд, я хочу спросить. Ирина, а вам не обидно, что вы не так востребованы, как ваша партнерша? Да, господин ведущий. Я поняла ваш вопрос. Знаете, я думаю, что мужчины не любят заморачиваться с умными и высокоинтеллектуальными женщинами. Поэтому сия участь, к счастью, меня миновала. Даже самая крепкая нервная система в современных реалиях дает сбой. В попытках избавиться от этого состояния человек приобретает пагубные привычки, такие как табакокурение, алкоголизм, наркомания и даже игромания. В подобных ситуациях важно помнить одно, что надежда это ваше все и выход есть. Медицинский центр настроения, который включает в себя дневной стационар и амбулаторное лечение уже не первый год помогает своим пациентам. Диагностика и устранение тревожных состояний, неврозов, депрессий, панических атак, бессонниц, фобий, а также булимии или анорексии и многое другое. Использование только новейших методов и строго индивидуальный, а главное безопасный подход к лечению. Да, у меня были срывы, плохое настроение, принимала успокоительное, брала отпуск, ничего не помогало. Потом посоветовали обратиться в центр, там меня быстро поставили на ноги. Есть сейчас огромное желание жить, а то время вспоминаю как страшный сон. В центре созданы максимально комфортные условия, в которых пациент не чувствует себя заложником обстоятельств. Конфиденциальность и предварительная консультация для определения точного диагноза и дальнейшего лечения. Когда человек начинает чувствовать, что у него проблемы с тем же настроением, с той же раздражительностью, с теми же нарушениями сна разного характера, сразу надо обращаться. Но у нас, к сожалению, в последний год-два вот к нам приходит уже, это так некрасивое слово, в запущенном состоянии. То есть уже, если это депрессия, то это уже депрессия настоящая, с суицидальными мыслями, с переживаниями, утратой социальных связей. Один из способов лечения, входящих в комплексную терапию, является использование вот этого КВТ-аппарата. Все достаточно просто. Есть несколько режимов, мы будем использовать смешанные, подходящие для среднего загруженного человека. Он успокаивает нервы, стимулирует организм, расслабляет тело, в общем, все, что нам нужно. Задача простая. Мы ложимся, нам подсоединяет аппарат, который колебаниями высоких частот оказывает влияние на точку на голове. И спустя 10-15 минут мы поворачиваемся и нам подсоединяет второй за ухом. Говорят, очень даже хорошо влияет. Посмотрим. Наиболее опасные и сложные случаи по-прежнему остаются зависимости всех видов – от игромании до наркомании. Лечение всегда под каждый случай подбирается индивидуально. Возможно, применение гипнотерапии, психотерапии и медикаментозное вмешательство, а также психохирургия. Ну, все начиналось с посиделок с друзьями, потом это все перешло в какую-то ежедневность, и я понял, что это уже проблема. Я попал в центр, в котором прошел лечение, и вот уже три месяца, как я понимаю, что вокруг очень мало трезвых людей. Трезвая жизнь, она лучше, мне есть чем сравнить. Спасибо центру за это. Также возможно лечение психосоматических расстройств при бронхиальной астме, язве желудка, псориазе и прочее. Специалисты утверждают, что при любых неприятных состояниях, таких как систематическое чувство печали, вины, безнадежности или снижение интереса к окружающему для профилактики, уже стоит пройти консультацию у врача. Последний год мы для детей внедрили новую методику, это так называемое транскраниальное стимулирование головного мозга, это микрополяризация клеток мозга, то есть эффективный метод мы берем через ночные монорезы, с эпилепсией детей, ДЦП детей. Человеческий организм, как хрупкий инструмент, периодически требует настройки. Если есть проблемы, то их надо решать, а не ждать, пока они примут устрашающий характер. Важно лишь сделать первый шаг. Во всем остальном вам помогут в центре настроения. Внимание, вопрос. Как народы племени Тугусюгалька нетрадиционно используют кожуру банана? Так, какие мысли, мысли, мысли. Возможно, для отступления врагов, для борьбы с ними, подкидывая им под ноги, те скользили, валяли, что за шум, и тем самым разбивались головы. Скользили, мне нравится версия, но я думаю, что все-таки это племена, это брачные танцы, и как раз-таки кожура нужна была, чтобы скользить во время танцев. Простите, господин ведущий. Так, брачные танцы. Чтобы лучшее скольжение было там. Танцы, все дела, мальчик, в очередь, встану. Ага, у меня есть еще версия? Давай, давай, давай. Но у меня ее нет пока. У меня есть, но пока ее нет. Так, что же еще? Что же еще? Точно, точно. Возможно, для того, чтобы прикрывать причинное место. Это хорошая версия, знаешь, почему? Что такое причинное место? Ну, то самое, что листиком раньше прикрывали, это усовершенственный вариант. Слушай, подожди, вообще, для того, чтобы троникнуть с вопросом, нужно подержать предмет. Давай, держи, думай. Думай, 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 думай. Многие жители Магнитогорска уже знакомы с магазином «Все сам плюс», где можно приобрести все необходимые товары для вашего дома, ремонта бытовой техники и не только. К слову, для удобства горожан открылся второй магазин на перекрестке улицы Труда и проспекта Карла Маркса. Здесь огромный выбор запчастей для бытовой техники, 10 тысяч наименований, электронных компонентов, корпусных элементов. Мы открыли второй магазин в вашем замечательном городе. Это 10 магазин нашей сети. Наши магазины предназначены не для специалистов. Конечно, у нас есть специализированные товары, но большинство наших покупателей – обычные люди. Мужчины, женщины, подростки, студенты, которые своими руками могут подчинить какую-то технику. Почему-то большинство людей представляют от слова «ремонт», например, «бытовой техники» – это замена компрессора, замена каких-то очень сложных вещей, какие-то суперспециалисты. Но если провести аналогию, ремонт квартир – это же не замена стен, не замена потолков. Это покраска стен, это декоративный ремонт в 90% случаев. То же самое «бытовой техники». Благодаря товарам, представленным в магазинах «Все сам плюс», вы можете не только сэкономить бюджет на покупки новой техники, но и устранить неисправность самостоятельно. Сломали ручку. Вы думаете, ее нигде нет? Нет, она у нас есть. Полочка от холодильника. Очень часто ломаются ящики в морозильниках, потому что очень холодно, дернули, пластик становится хрупкий. Это тоже все есть. Кроме запчастей и элементов декора в магазинах «Все сам плюс» есть и общие товары. Хочу привести один пример. Вот эта лампочка накаливания, она 100-ваттная. Если посчитать, в среднем такая лампочка горит в день 5 часов. То есть за один день она тратит полкиловатт-часа. Это 1 рубль, либо 1,5 рубля от тарифа. За год такая лампочка потребляет 400, 500, 600 рублей. А теперь я хочу показать современную лампу светодиодную. Вот эта лампа светит ярче, немножко ярче, чем 100-ваттная лампочка. Стоит она 99 рублей. Вроде бы намного дороже, в 5 раз. Но эта лампа за год потребляет электричество на 40-50 рублей. Таким образом, в течение полугода вы окупите лампочку накаливания, учитывая, что гарантия производителя на нее 2 года, товар прослужит вам куда дольше. Кроме прочего, здесь представлены товары, которые оценят домохозяйки. В настоящее время идет сезон заготовок. То есть у нас на огородах, на дачах, где-то кто-то покупает, приготовляет овощную икру, кто-то мясо заготавливает, еще какие-то овощи. Мясорубка – одна из самых важных вещей в этом. Но многие люди сталкиваются, что затупился нож, и, например, фарш – это не рубленное мясо, это что-то давленное, волокнистое, непонятно, из которого ничего приготовить хорошего нельзя. Дальше люди идут и покупают нож, считая, что нож – это решение всех проблем. Это не совсем так. Он режет мясо относительно сетки. Если у вас затупился нож, покупать его отдельно, без сетки, достаточно бессмысленно. Вы просто отдадите денег и не получите желаемого эффекта. Это нужно покупать в паре. Также в магазинах представлены тарелки и карусели для микроволновок, которые просто достаточно заменить, а не приобретать новую технику. Придите и убедитесь сами, в магазинах все сам плюс, есть все необходимое. Кроме того, здесь широкий выбор и других товаров, клавиатуры и мыши различного дизайна, проводные и беспроводные, ассортимент фонарей, различных инструментов и всего необходимого для вашего дома и не только. Если же товара в наличии не оказалось, его можно оформить под заказ. Внимание, вопрос. Как народы племени Тугусюгалька нетрадиционно используют кожуру банана? Так, какие мысли, мысли, мысли. Возможно, для отпугивания врагов, для борьбы с ними, подкидывая им под ноги, те скользили, валяли, и тем самым разбивали все головы. Скользили, мне нравится версия, но я думаю, что все-таки это племена, это брачные танцы, и как раз-таки кожура нужна была, чтобы скользить во время танцев. Простите, господин ведущий. Так, брачные танцы. Чтобы лучшее скольжение было там. Танцы, все дела, мальчик, очень странный. У меня есть еще версия, но у меня ее нет пока. У меня есть, но пока ее нет. Так, что же еще? Что же еще? Точно, точно. Возможно, для того, чтобы прикрывать причинное место. Это хорошая версия, знаешь, почему? Что такое причинное место? Ну, то самое, что листиком раньше прикрывали, это усовершенствованный вариант. Слушай, подожди, вообще, для того, чтобы троникнуться вопросом, нужно подержать предмет. Давай, держи, думай. Думай, 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 думай. Да, прикрыть причиндалы, это неплохо. Да, чтобы первой брачной ночи она не видела, что бы на самом деле. Но почему не использовать при этом лопух традиционный? Прикрыть лопухом куда надежнее. Нет, это не та версия. Для красоты. Да, наверное, у нас есть версия. Да, господин ведущий, у нас есть очень хорошая рабочая версия и отвечать на вопрос. Будет член нашей команды с самыми большими зубами. Итак, наша версия такова. Древние народы Тугусюгалька, племени Тугусюгалька, использовали кожуру банана для украшения. В качестве сережек. Они просто надевали их на уши. Это правильно, Артемия. Это правильно. Это самая неожиданная версия, видишь? Отлично. Отлично, отлично. Да, еще совсем недавно я приходила на работу укутанная в теплые шерстяные панталоны. Ой, в теплый шерстяной кардиган, помнишь? А сегодня я в легкой футболочке, белом пиджаке. Не то, что у меня жаркая вся мокрая. А вот я всегда мокрая на работе, потому что работаю, в отличие от некоторых, в поте лица. А я вот не потею. Когда ищу в соцсетях интереснейшие аккаунты. И что я нашла на этот раз? Меня буквально поразила с первого взгляда творческая мастерская клубок МГН. У них на страничке ВКонтакте я разглядела вязаные изделия исключительно ручной работы. Ого, какие милашные, сказанные вещички, связанные на заказ. Возможно исполнение любого заказа, как для вас, так и для ваших детей. Кардиганы, свитера, бобберы, платья, шапочки в стиле такари или такори. Не важно, все поняли. Шапочки в этом стиле. А также уютные пледы. Да, такую вещь сразу видно. Она будет у вас одной. Это вам не товар массового потребления, а это эксклюзив. Познакомиться лично с мастером Ольгой Юрченко. Ее работой можно как по телефону, так и в соцсетях. Добавляйтесь и утепляйтесь. Но не одежда едины, жив человек. О красоте и эстетике тоже думать надо. А потому мы переходим на страничку корпорации Ти-Анде, где представлена вся продукция международного бренда. Представляете, стоимость данной продукции варьируется от 15 рублей. Продукция сертифицирована, а в ассортименте более 700 номинований. Внутри этих баночек, что внутри этих баночек, рассказывай ты. Давай. Уникальные компоненты, муцин, улитки, бисус, масло какой-то змеиного, модно, ну и так далее. А для тех, кто знает толк в инновациях, поймут средства с хай-тек протеинами, с точечным нанесением турмалина и другие высокотехнологичные продукты. Кстати, сейчас проходят скидки до 50% и акция 1 плюс 1 получается 3. Заходите на сайт или добавляйтесь в друзья Ти-Анде и будьте здоровы и красивы. Внимание, вопрос. Как сотрудник офиса может помочь себе продвинуться по карьерной лестнице вверх с помощью вазелина? И у нас будет досрочный ответ. Оля, Оля, подумай, подумай. Не надо думать. Ты чего ее так сто раз делала? Итак, вазелин нужен каждому сотруднику в офисе, который хочет быстро и легко подняться вверх по карьерной лестнице для того, чтобы смазать самое главное место. В общем, вазелин нужен в качестве смазки. Оля! А самое главное место в любом офисе – это лифт, карьерный лифт. Смазав его механизм вазелином, вы легко подниметесь вверх. Да, господин ведущий? Нет, это неправильный ответ. Ну, я лично так делала. Нет у них. Может, у вас другая версия? Конечно. Но с лишним опытом не поспоришь. Ответ защита. Погода балует нас теплыми днями, но время задуматься о том, чтобы подготовиться к осени и зиме во всеоружии. Опытные покупатели знают, что за самыми яркими, качественными и модными вариантами верхней одежды нужно отправляться в магазин «Метелица». Полюбившимся всем вместе представлен размерный ряд от 46 до 76, что позволяет облегчить выбор женщинам самых разных форм. Кроме классических моделей, здесь представлены варианты casual, которые прекрасно сочетаются с любой одеждой. В женской линейке представлена одежда производства московских и белорусских фабрик, которые отшивают свои изделия из мембранных тканей, выполненных по финским технологиям. Это делает верхнюю одежду не только красивой, но и практичной. Женщинам королевских размеров стоит заглянуть в магазин еще и по той причине, что фабричные куртки и пальто отличаются удивительно качественным кроем, который способен скрыть лишние килограммы, сделав силуэт более стройным. Утеплитель для одежды «Термофин» разработан специально для российских погодных условий. Высокое качество продукции – результат грамотного совмещения европейских технологий с отечественным производством на новейшем импортном оборудовании. Он надежен и долговечен, выдерживает большое количество стирок, быстро высыхает при намокании. В магазине «Метелица» постоянно пополняется коллекция верхней одежды. Здесь можно найти пальто и куртки с оригинальной стежкой самых актуальных в этом сезоне оттенков – индиго, мята, горчица, бирюза, терракот. На первый взгляд легкие изделия обладают долгой теплозащитой, являются очень теплыми и спасают от ветра. Меховые отделки есть как натуральным, так и искусственным материалом. К слову, последние ничуть не уступают в качестве. В мужской коллекции также представлен широкий модельный ряд курток с различными утеплителями и наполнителями, и даже с использованием верблюжьей шерсти. Ну а климат-контроль не позволит замерзнуть ни при каких температурах, при этом чувствовать себя комфортно. В мужской коллекции подобрать верхнюю одежду сможет каждый представитель сильной половины. Ассортимент на любой вкус – классика, спорт и варианты для автомобиля. В этом сезоне магазин «Метелица» радует своих покупателей яркими и сочными оттенками. Осень и зима – не повод выбирать куртку темных тонов. Красивый цвет всегда будет поднимать вам настроение. Опытные консультанты всегда помогут подобрать верхнюю одежду, которая будет соответствовать вашему вкусу, стилю и настроению. Благодаря широкому ассортименту головных уборов и аксессуаров, шапок, шляп, шарфов, платков и палантинов создадут законченный образ. Оплатить любую покупку можно как за наличный и безналичный расчет, так и воспользовавшись специальными предложениями от банка и магазина на самых выгодных для вас условиях. Магазин «Метелица» всегда радует своих покупателей приятными бонусами. Каждый получает дополнительную скидку 10%, а также подарочную карту, которая будет действовать на 10 следующих покупок. Готовиться к холодам всегда приятнее вместе с магазином «Метелица». Те, кто попробовал однажды, возвращаются сюда снова. Внимание, господа игроки! Черный ящик! В черном ящике лежит нечто, что без работы висит, при работе стоит после работы мокрый. Что это? Вопрос ясен. Какие версии? У меня вообще нет ничего в голове. Носки. Это носки. Потому что они висят где-то на полочке, висят, когда в нерабочем состоянии, когда в рабочем они стоят. Потому что человек стоит, а они на нем, значит, они не стоят. Тоже правильно. Ну а после работы, само собой, конечно, как мы поели, она мокрая. Да, да, да. Версия неплохая. Возможно, все-таки это телевизор, но телевизор висит на стене. У кого-то стоит. Хотя, да. Так, да, еще следующая версия. Тарелка! Тарелка! Точно тарелка! Да, ну прям тарелка. Да, да, потому что тарелка лежит в шкафу. Шкаф обязательно висит. Когда мы ее достаем, мы ставим ее на стол. Стоит. Ага. Ну а после, конечно, как мы поели, она мокрая. Да, да, да. Версия неплохая, неплохая. Ну, у нас есть ответ. И это тазик. Какой тазик? Какой тазик? Ну я прям вот вижу тазик. И ты сюда он поместился. Какой тазик сюда поместится? Давай, открывай. Открывай. Можем, да? Открывай. Смотрим, кто был прав. Какой здесь тазик, Оля? Ты где такие тазики видела? Без работы висит при работе. Стоит, после работы мокрой. Че? Что будем делать? Зонт? Ах, и пусть сегодня мы не выиграли денег, зато мы выиграли ваше внимание. Увидимся с вами, как всегда, в городе, возможно, за его пределами или на экране. В игре что, где, куда. С вами были лучшие из лучших игроки Ирина Щербинина и Ольга Комаркова. Ну что, коллега? Пора повышать IQ, потому что игра была очень сложной. А тебе не больно стукнуло? Я от тебя уже всего натерпелась, привыкла ко всему. Была прикольная. А что, кстати, нам можно с тобой заявиться по-настоящему поиграть в игре? Что, где, когда? Создать команду. Ты чувствуешь в себе потенциал? Я чувствую, как IQ подскочил. Кто в тебе потенциал?